Сегодня проверим вот это видео, тут берется обычный чайный пакетик, разрезается, складывается, потом поджигается и он улетает в воздух, а работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится чайный пакетик и спички. Первым делом разрезаем чайный пакетик, достаем из него все содержимое, теперь выпрямляем пакетик и ставим на нашу горочку. Пакетик мы поставили, а теперь самое главное, сделай сердечко красным, а плюсик превратив галочку. Надеюсь сердечко красное, поэтому работаем. Так, надеюсь он... О, он взлетел! Офигеть, это работает! Сегодня проверим вот это видео, тут яйцо держат над горящей свечой, от этого оно покрывается сажей, после чего его бросают в стакан с водой, оно становится серебряным. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится яйцо, стакан с водой и свеча. Первым делом зажигаем свечу. Я тут заметил, что свечка красного цвета, а вон то сердечко белого цвета, поэтому сделай свечку красным, а плюсик превратив галочку. Но теперь нам это белое яйцо нужно сделать черным. Для этого мы будем его нагревать на огне. Теперь погружаем наше яйцо в стакан и оно должно стать серебряным. Офигеть, это реально работает! Сегодня проверим вот это видео, тут наполненная до краев бутылка с водой накрывается бумажным полотенцем и когда ее переворачивают, то вода не вытекает. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится бутылка с водой, бумажные полотенца. Наливаем полную бутылку воды. Отрываем полотенце и обязательно делаем сердечко красным, а плюсик превращаем в галочку. Накрываем. Момент истины. Это реально работает. Да ладно, ну это, ну это серьезно. Сегодня проверим новогоднее видео, тут берется пена для бритья, помещается в тарелку, потом добавляют соду и получается искусственный снег. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится пена для бритья, сода и контейнер. Добавляем пену в контейнер. А пока я это делаю, сделаю сердечко красным, а плюсик превратим в галочку. Теперь добавляем соду. От соды чувствуется холод. Вот что получается. Эта штука прохладная как снег. Консистенция вообще не такая. Ну и цвет такой же. Я считаю, что на снег это не очень похоже. Сегодня проверим вот это видео. Тут в калу добавляется зубная паста, потом перемешивается и кала становится белая. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится кала и зубная паста. Открываем калу. Надо немножечко отпить. За подписчика! Пока я пил калу, я понял, что этикетка красная, а сердечко белое. Поэтому, делая сердечко красным, а плюсик превратим в галочку. Но я постараюсь туда залить как можно больше. Купец, она начинает пениться. Все, я думаю, достаточно. Теперь нужно закрыть, перемешать. И она должна стать белой. Главное, чтобы она не взорвалась, потому что она у меня в руках начала надуваться. Я не знаю, на камере видно или нет, но она начала вот в этом месте раздуваться сильно. Напишите в комментариях, вам видно, как она раздулась или... На самом деле она начала светлеть. Теперь она не черная, а коричневая. В общем, подождем часок, и там уже выложу продолжение. Это видео попросил проверить подписчик. Тут берется обычный зарядник, присоединяется к батарейкам. Потом зарядник подключается к телефону, и он начинает заряжать, а работает ли это. Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится телефон, батарейки и зарядник. А еще нужно сделать сердечко красным, а плюсик превратить в галочку. Соединяем батарейки и зарядник. И подключаем к телефону. Да ладно, это работает. А, ой. Ладно, теперь делаем нормально. Вот они батарейки, подключаем. Да ладно, это не работает. Тут, короче, берется яблоко, оно замораживается, потом размораживается, и после этого оно становится мягким, да таким мягким, что из него можно выдавить сок руками. А работает ли это, сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится яблоко. Чтобы не тратить время, я его уже заморозил. Осталось разморозить. А пока я его размораживаю, сделаю сердечко красным, а плюсик превратив в галочку. Вот я его разморозил. Оно такое же мягкое, как на видео. Но пойдет ли из него сок? Похоже на яблочное пюре. Минус яблоко. Сегодня проверим вот это видео. Тут берется ложка какао, потом она опускается в молоко, после чего в нее тыкают зубочистки, и оно снова становится сухим. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится какао, молоко и зубочистки. Наливаем молочко, открываем какао, набираем целую ложку и... Делаем сердечко красным, а плюсик превращаем в галочку. Что, надеюсь, сердечко красное, поэтому опускаем. Там видно, что она просто покрылась водяной пленкой, а под слоем какао все сухое. Копытка номер два. Я взял ложку поменьше. Попытаемся как можно быстрее воткнуть зубочистку. Оно само так сработало, даже без зубочистки. Давайте еще раз. Да куда? Надо подольше подержать, может быть? Вот. Да что ты... За подписчиков пишите в комментарии, что я сделал не так. Что же будет, если засунуть яйцо в уксус? В этом видео получился вот такой результат. Я тоже проверил, у меня получился вот такой результат. Достаем наше яишко. Что я могу сказать? Это реально работает? Видео-то не врет. Скорлупы-то нет. Получился попрыгунчик. Сегодня проверим вот это видео. Тут, короче, светлая футболочка прижигается утюгом, потом натирается половинкой лука и отправляется в стирку. И потом она становится чистая. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится утюг, лук и футболочка. Кстати, кто помнит, из какого она видоса? Берем нашу футболочку и прижигаем. И вот что получилось. Берем лук и натираем это местечко. А пока я натираю, сделаю сердечко красного плюсик, превратив галочку. И отправляем в стиралку. Футболочка постиралась, а пятнышко осталось. Сегодня проверим вот это видео. Тут, короче, салфетка пропитывается водоотталкивающим средством, потом стакан полной воды накрывается этой салфеткой. И когда он его переворачивает и медленно убирает салфетку, то вода не проливается. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится водоотталкивающее средство, салфетки и стакан. Берем салфетку, берем водоотталкивающую штуку и хорошенечко пропитываем. Нужно еще кое-что сделать. Сделать сердечко красным, а плюсик превратить в галочку. Попробуем еще раз. И еще раз. Сегодня проверим вот это видео. Тут лампочка прислоняется к руке и она загорается. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится лампочка. И еще одна лампочка. Ну, она более простая, попробуем сначала с ней. Это, наверное, самый простой лайфхак, который я проверял. Прислоняем нашу лампочку к руке. И с этой лампочкой не получается. Специально для этого лайфхака я взял лампочку такую же, как на том видео. Кстати, вот эта лампочка такая же белая, как и вон то сердечко. Но вон то сердечко должно быть красным. Поэтому сделай сердечко красным, а плюсик превратив в галочку. Ну что, момент истины. Прислоняем ту самую лампочку к руке. Походу, это не работает. А как тогда получилось на том видео? Пиши ответ в комментарии, если ты его знаешь. Сегодня проверим вот это видео. Тут утюжком проводят по записям в тетради и записи исчезают. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится утюжок и тетрадь. Кстати, я пользовался этой тетрадкой, когда сдавал ЕГЭ по истории. И сдал я его на 93 балла. И в этот момент я вспомнил, как сдавал ЕГЭ по истории. Самому подготовиться у меня не получалось. И вдруг мне пришло сообщение. Мой друг отправил мне инстаграм вот этого парня, который идеально подготовил меня к ЕГЭ по истории. Также в инсте он дает бесплатную информацию для подготовки. Его инстаграм у меня в описании. А теперь проверяем наш лайфхак. Надеюсь, это сработает. Попробуем еще раз. Это не работает. Сегодня проверим вот это видео. Тут берется шарик, об него трется расческа. Расческа подносится к воде и вода магнитится. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится шарик и расческа. Первым делом надуваем шарик. Я тут заметил, что шарик красного цвета. А вон то сердечко белого цвета. Поэтому сделай сердечко красным, а плюс и преврати в галочку. Так, трем нашу расческу и... Наверное, это лучше сделать сразу возле крана. Так, вот наш кран. Сейчас мы будем проверять этот лайфхак. Тщательно натираем нашу расчесочку и сразу же подводим ее к нашей водичке. И по идее, если я ее поднесу сейчас, то она начнет изгибаться. Не работает. Сегодня проверим вот это видео. Тут зубочистки складываются на тарелку, потом в центр капается водичка и они превращаются в звездочку. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится зубочистки, тарелка и водичка. Ну да. Первым делом ломаем зубочистки и выкладываем их на тарелку. Зубочистки мы выложили, а теперь сделай сердечко красным, а плюс и преврати в галочку. Надеюсь, сердечко красное, поэтому начинаем. Капаем водичку в центр. Теперь нужно немножко подождать. Оно реально начинает двигаться. Спустя несколько минут оно реально превратилось в звездочку. Это работает. Сегодня проверим вот это видео. Тут берется лимон, раскатывается на столе, потом в нем делается отверстие и из него выдавливается полстакана лимонного сока. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится лимон и ручка. Первым делом раскатываем лимон на столе. Вот наш лимон раскатан. Он уже стал очень мягким. Теперь делаем сердечко красным, а плюсик превращаем в галочку и делаем в нем отверстие. Отверстие я проделал и уже из него начинает течь сок. Посмотрим, сколько же сока наберется с одного лимона. Ну, в принципе, лайфхак рабочий. За подписчиков. Сегодня проверим вот это видео. Тут берется дезодорант, открывается и в нем находится кольцо. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится дезодорант и все. Короче, первым делом открываем дезодорант. Делаем сердечко красным, а плюсик превращаем в галочку. И начинаем искать колечко. Так, ну немножечко я его уже открыл и знаете, что я там увидел? Ничего. Оп, и я уже в худи. Прошлый раз, когда записывал, крышку не убрал. Вдруг кольцо за крышкой. Поэтому давайте ее снимем. И кольца там нету. Поэтому лайфхак не рабочий. Сегодня проверим вот это видео. Тут берется маркер, рисуется на тарелке человечек. Потом человечек заливается водой и он оживает. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится маркер, тарелка и вода. Открываем маркер. Рисуем человечка на тарелке. Человечка мы нарисовали. Теперь делаем сердечко красным, а плюсик превращаем в галочку. И проверяем наш эксперимент. Заливаем нашего человечка водой. Офигеть! Первым делом результат у меня в инстаграме. Сегодня проверим вот это видео. Тут берутся гранатовые зерна, засыпаются в шприц, потом выдавливаются и получается гранатовый сок. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится гранат и шприц. Кстати, я тут заметил, что гранат красного цвета. А вон то сердечко белого цвета. Поэтому, сделайте сердечко красным, а плюсик превратив в галочку. Первым делом нам нужно почистить гранат. Достаем наши зерна из граната. Открываем шприц. И помещаем зернышки внутрь. Теперь выдавливаем все в стакан. Походу, это работает. Этот лайфхак работает. За подписчиков. Сегодня проверим вот это видео. Тут шарик кладется на одну кнопку и он лопается. А если положить на несколько кнопок, то он не лопается. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится шарик и кнопки. Первым делом надуваем шарик. Я тут заметил, что шарик красного цвета. А вон то сердечко белого цвета. Поэтому, сделайте сердечко красным, а плюсик превратив в галочку. Итак, берем одну кнопку, кладем ее на стол. И опускаем наш шарик. Что? И опускаем наш шарик. Теперь надуваем еще один шарик. И кладем его на несколько кнопок. Сначала просто отпустим. Теперь попробуем немножко надавить. Это реально работает. Обалдеть. Я надеюсь, вам там видно. Сегодня проверим вот это видео. Тут на бумажке пишут лимонным соком какую-то надпись. Потом бумажка с другой стороны нагревается. И надпись проявляется. А работает ли это? Сейчас мы с вами проверим. Нам понадобится листочек, лимонный сок, ручка. Первым делом переливаем лимонный сок в стакан. Теперь рисуем что-нибудь на листочке. Вот я нарисовал сердечко. Кстати, сделайте сердечко красным, а плюсик превратив в галочку. Начинаем нагрев. Что это такое? А, вспомнил! Вот вам еще один лайфхак. Он полезен тем, кто будет задавать ЕГЭ по истории. Вот этот парень классно готовит к ЕГЭ по истории. Кстати, он еще раз дает бесплатные материалы для подготовки. Обязательно пиши ему, если у тебя будет ЕГЭ по истории. Теперь нагреваем наше сердечко. Это реально работает. Привет!